и стал символом силы и ума. Ислам при внесении смирения и милосердия вместо кровопролития привил людям добронравие и поэтому, не прибегая к убийственному оружию, легко распространился в мире. Об исключительно миролюбивом и терпимом характере распространения ислама свидетельствует следующее высказывание влиятельных политиков и дипломатов. В предисловии к своей книге «Ислам Хиджази» шведский король Густав III пишет «Основа ислама очень проста. Это формула. Нет Бога-божества, заслужащего служения, кроме Аллаха. И Мухаммеду, мир ему и богословения Аллаха, была не спослана эта истина. И не найдете в этой книге, Коране, ничего, что противоречит наукам нынешней эпохи и заслуживает эта религия, чтобы ей последовали». Леопольд Вайс. В течение ряда лет он работал специальным корреспондентом нескольких крупных европейских газет. Принимал активное участие в создании государства Пакистан и после его провозглашения стал его представителем в ООН. В поисках гармоничного социального устройства современных обществ предлагает новый социальный порядок на основе истинных ценностей ислама. «Я открыл для себя новую и неожиданную перспективу создания прогрессивного человеческого общества, построенного с минимумом внешних конфликтов и противоречий и с максимумом искренних братских чувств». Английский экс-премьер-министр Тони Буэр неоднократно публично говорил о созидательной и позитивной направленности ислама. В частности, о том, что ислам является высшей степенью миролюбивым и справедливым вероучением. В интервью ведущему английскому телеканалу BBC Тони Буэр сказал «Я прочитал Коран, это очень ясная книга. Она предельно открыто показывает людям путь к истине и разъясняет глубокий смысл понятия любви и братства». А в другом своем выступлении Тони Буэр высказался еще более определенно «Наше общество должно брать пример с повеления ислама давать закят или пожертвования, оказывать братскую помощь нуждающимся. Нельзя забывать, что трудности жизни современного мира могут быть преодолены только сообща, когда каждый человек окажет искреннюю помощь тому, кто столкнулся с затруднениями». В 2001 году впервые в истории принц Чарльз дал прием в Королевском дворце в честь наступления праздника Рамадана для мусульман Великобритании, на который были приглашены мусульманская молодежь. Принц Чарльз отметил наличие у верующей молодежи огромного потенциала и обратился к ним с такой речью. «Душевная чуткость и богатое образное мышление мусульманской молодежи чрезвычайно важны. Если бы не было вас, мы были бы очень заучены».